Основное место действий историко-технический музей, а в роли экскурсоводов – студенты. В Ульяновском профессиональном политехническом колледже прошла необычная учебная пара. Это был 45-минутный урок, посвященный трудовой доблести. Провели его для 34 участников Всероссийской программы акселерации развития городов трудовой доблести. В России такой статус имеют 44 субъекта страны. Ульяновск получил звание в июле прошлого года. Прежде всего, трудовая доблесть связана с людьми. Без людей труд невозможен. И, соответственно, если мы профессиональная образовательная организация, мы учим труду. Они ознакомятся с нашей историей страны, как поднимался город от трудовой доблести. Ульяновский профессионально-политехнический колледж выбран в качестве площадки для тематического урока не просто так. Именно это учебное заведение являлось одной из кузнец героев социалистического труда. Известная передовица советского машиностроения Мария Ивановна Трубачева, выпускница тогда ремесленного училища. О профессиональном пути до звания первой женщины-героя социалистического труда участникам Всероссийской программы и поведали студенты колледжа. Очень большое впечатление. Очень огромное количество здесь фотографий людей и лиц. На самом деле, в первую очередь, ты – это люди. Поэтому очень понравилась эта выставка, урок трудовой доблести. На самом деле, должно быть их больше. Каждый предмет музея сделан бывшим или нынешним студентом колледжа. Среди экспонатов и горской земли, а также оружейные снаряды, привезенные из городов-героев России. В этом году, в начале сентября, была в городе Челябинске. Это тоже город трудовой доблести. Челябинск – Танкоград. Ульяновск – это ОАЗ. Здесь выпускали, вот, исходя из этих магнитиков. Я, например, запомнила, что каждый третий патрон для фронта был произведен именно здесь. Участникам программы, кроме музея, также показали фильмы про патронные, моторные и автомобильные заводы. Урок трудовой доблести – не единственное событие Всероссийской программы. Гости из разных регионов также приняли участие в стратегической сессии и пленарном заседании. А с Ульяновском успели познакомиться во время пешей вечерней экскурсии по городу.